В посёлке Переделкино По соседству с Москвой на лесной просеке, именуемой улицей Серафимовича, стоит дача. Есть рядом и напротив такие же. Есть новые, есть и старые. Он жил в этом доме. У этого человека был железный распорядок дня. Его никто не мог побеспокоить, когда он работал. И проезжавшие, и проходившие знали его имя, как знают его имя и маленькие, и взрослые, и мальчики, и девочки, и бабушки, и дедушки. Сегодня мы расскажем вам о том, что было написано им и о нём. Те, кому посчастливилось знать его, поделятся своими воспоминаниями о Корнее Чуковском. Когда 80-летний Корней Иванович вернулся из Лондона, он был в Оксфорде и получил учёную степень доктора литературы в Оксфордском университете после торжественной церемонии. Там он прочёл лекцию о Некрасове, которая имела огромный успех. И он всем показывал великолепную средневековую мантию и шапочку с плоским верхом, которая ему полагалась как доктору литературы Оксфордского университета. И вот он передо мной появился в этой великолепной мантии, встал в прекрасную средневековую позу, и вдруг какое-то страдание прошло по его лицу. Он вспомнил своё детство. Корнюшка, Корней Чуков, ботард, то есть незаконно рожденный. Он вспомнил вот эти голоса обывателей, мадам Шершинеевич и других, которых он изобразил в своей повести «Серебряный герб». Ведь он был незаконно рожденным. Его мать стирала бельё у чужих людей. Он был изгнан из гимназии по циркуляру о кухаркиных детях, то есть о детях рабочих, о детях из народа, которым запрещали учиться получать образование, чтобы они не стали такой могучей силой, идущей против самодержавия. И его настоящее имя – Николай Корнечуков. Корней Чуковский – это псевдоним. Он взял фамилию своей любимой матери, и она стала уже навсегда его именем – Корней Иванович Чуковский. Когда его изгнали из гимназии, он был маляром, он красил крыши, чем только он не занимался, но он учился ещё упорнее, чем тогда, когда был гимназистом. Тогда он изучил английский язык. Тогда он испытал невероятной силы влияния Чехова. Чехов был жив в это время. И молодой Чуковский, когда он смотрел на мир, ему казалось, что всё тут чеховское. Он пишет, что мне казалось, что и небо надо мной чеховское. Кругом его окружали, его окружали со всех сторон чеховские герои. Для него Чехов был каким-то чудом. И в одном из писем уже совсем старый Чуковский пишет, что «Я до сих пор помню ту решётку лондонского парка, который отбился головой, узнав о смерти Чехова». Тогда же иностранный моряк, как из-под полы, в общем, продал ему книжку Уитмена. И Корней Иванович навсегда полюбил этого поэта демократии. Испытал сильнейшее его влияние. Всю жизнь переводил и редактировал. Сделал им в юности переводы из Уитмена. За дня в день он встречался с детьми, чтобы они совсем были поближе от него. Он построил для них рядом со своей дачей библиотеку. Я помню, он мне показывал эту библиотеку, он очень ей гордился. Вот, говорит, скамья для нетерпеливых читателей. Знаете, ведь многие ребята, прежде чем получив книгу, сразу её прочтут. Пусть им будет удобнее, прочтут на скамейке, вернутся, возьмут новую. Корней Иванович нашёл совершенно какие-то свежие и плодотворные методы исследования писателя. Некрасовым он занимался всю свою жизнь и посоветовал ему сделать это Короленко. После одной длительной прогулки на лодке, когда Корней Иванович читал Короленко, перекрывая шум волн, читал своих любимейших поэтов Некрасова и Шевченко, Короленко сказал, вот бы вам и заняться этой работой Некрасова. А нужно сказать, что тут можно было сделать очень много, потому что, во-первых, царская цензура изъяла многие строки. И в библиотеке Корнея Ивановича есть прижизненное издание Некрасова, где строчки, заменённые точками, значит, стоят. И вот над этими точками рукой в Корнея Ивановича вписаны подлинные строки Некрасова. Он разыскал огромное количество его рукописей. И когда по Волче на чердаке нашли целую корзину с рукописями Некрасовой, Корнея Иванович при свете фонаря раскрыл эти рукописи и прочёл написанные рукой Некрасова строки, помню я Петрашевского дела, нас оно поразило, как гром. Вот это была радость открытия. Его научные труды никогда не бывали скучными. Его книгу «Мастерство Некрасова», огромную, серьёзную книгу, можно прочесть залпом, как увлекательный роман. Совершенно замечательные его воспоминания, его книга «Современники» о людях, которых он знал, с которых он любил, с которыми он дружил в своей жизни. И вот после революции 1905 года молодой, авторитетный, язвительный критик Корней Иванович Чуковский стал часто посещать тогдашние кинематографы. Он смотрел эти дешёвые коммерческие любовные фильмы и прочее. И он ужаснулся не только этих фильмов, он ужаснулся зрителям. Он увидел, как он говорил, городских дикарей. Он увидел, что над Пинкертон вот эти выпуски про знаменитого хищника, страшно дешёвые, это вам не Шерлок Холмс, примитивные и, значит, тогдашние примитивные эти фильмы, имевшие успеха убывателя, он назвал их городским эпосом. И он с великой грустью и горечью говорил о том, что крестьянский великий эпос, фольклор, начинает уходить в прошлое. И вот вдруг вся читающая Россия, маленькие дети стали повторять, жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-немецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович. Чуковский вернул эпос в город. Он сумел слить литературную, книжную поэзию с фольклором, и написанные им сказки стали навсегда народным чтением, чтением для миллионов. Так радостно возбуждало его общение с детьми, так много для него значила всю его жизнь любовь к детям. Конечно, мне не очень нравится, что меня именуют одним из старейших писателей. Но ничего не поделаешь. Я пишу и печатаю с 63 года. Помню Куприна молодым человеком еще до того, как он написал поединок и юного блока в студенческой нарядной тужурке. И мне самому удивительно, что я все еще не бросаю пера. Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него. Такими словами начинает свою автобиографию Корней Иванович Чуковский. Больше всего на свете любил Корней Иванович литературу и, конечно, прежде всего нашу великую русскую литературу. Любил сам и учил этой любви других. Я помню, как буквально в первый день нашего с ним знакомства, это было осенью 42-го года, вдруг, неожиданно, прервав оживленный разговор, он меня строго спросил, когда родился Пушкин? В 1799 году. Число 26 мая по старому стилю, уже рабее, как на экзамене, отвечала я. Лермонтов, Толстой, я ответила, Некрасов, не помню. Не помните? На лице Корнея Ивановича изобразился искренний ужас. «Как это вы можете не помнить?» – сказал он. «Вы учитесь в литературном институте, вы собираетесь стать литератором. Неужели вы не понимаете, что изучение литературы требует такой же точности, как изучение любой математической науки? Что может быть страшнее полуграмотного литератора?» Запомните навсегда. Жизнь писателя и его творчество связаны неразделимо. Если вы хотите понять истоки той или иной великой книги, вы должны до мельчайших подробностей знать жизнь писателя, ориентироваться во времени, в котором жил он, любить тех людей, которых он любил, и ненавидеть тех людей, которых он ненавидел. Вот, он повернулся в кресле и, легко не поднимаясь, своей длинной гибкой рукой достал с книжной полки «Томик, переплетённый в пёстрый ситец». Возьмите, я дарю вам эту книгу, сказал он. Это письма Тургенева. Как мало ещё изучено и творчество, и биография этого великого русского художника. Вот вы возьмите и напишите статью о Тургеневе. Ну, хотя бы о взаимоотношениях Тургенева и Толстого. Вам будет очень трудно, потому что вы ничего об этом не знаете. И статья ваша будет очень плохая. Но вы всё равно её допишите, принесите мне. Я буду вас очень ругать, даже накричу на вас. А вы терпите, потому что терпение необходимо литератору, так же, как и трудолюбие. Статью о Тургеневе я так и не написала, но через много лет принесла Корнею Ивановичу свою первую работу самостоятельную. Это была работа о Герцине. Я привезла её в переделке, не хотела оставить статью, и приехать тогда, когда он скажет, через неделю, через месяц. Но Корнею Иванович не отпустил меня. Он посадил меня рядом с собой за письменный стол. Он потратил на меня целый день своего драгоценного времени, а ведь ему было тогда уже за 80 лет, и мы слово за словом читали статью. Иногда мы отвлекались от чтения и просто разговаривали о Герцине, о Гарёве, о Станкевиче, о Грановском, о Наталье Александровне Герцине, о Тучковой, о Гарёвой. Разговаривали так, как мы бы разговаривали о близких и дорогих нам людях. Ну, я думаю, что не надо говорить о том, сколько дал мне этот зимний день в переделке. Наверное, и больше, чем любая лекция, чем любой семинар. Но, уходя, я почувствовала одно, что, наверное, больше, чем моей статьёй, Корнея Иванович был доволен нашим разговором, потому что он услышал в моих словах ту преданную и заинтересованную любовь к людям, которых давно уже нет на свете, а ведь именно этой любви он и начал учить меня той трудной осенью 1942 года. Корнея Иванович никогда, повторяю, не жалел времени для помощи молодым начинающим литераторам. Когда в 1965 году редакция журнала «Сибирские огни» печатала мои воспоминания «Зелёная лампа», то было в последнюю минуту выражено пожелание, чтобы воспоминаниям было предпослано предисловие, написанное кем-нибудь из наших старейших писателей. Ну, куда кидаться? Конечно, к Корнею Ивановичу. Я пришла к нему, он меня очень внимательно выслушал, спросил, когда нужно предисловие. Я говорю, вчера. Он говорит, хорошо, приходите послезавтра в половине второго. Когда я пришла в назначенное время, рукопись моя лежала на маленьком столике около его тахты, а сверху предисловие, уже перепечатанное на машинке. «Возьмите», – сказал Корнея Иванович, – «и учитесь точности у стариков». Сам он был всегда точен, внимателен к людям и не терпел ни точности и ни внимания в других. И была ещё у Корнея Ивановича одна любовь – любовь к детям, ко всем детям на земле. Любовь непоказная, истинная, преданная. У меня хранится одно письмо Корнея Ивановича, в котором есть такие строчки. Оно написано давно, когда мои дети ещё были совсем маленькими. «Как я вам завидую, – пишет Корнея Иванович, – что вы можете каждый день слушать детскую речь. Слушайте, запоминайте, и, если можно, записывайте». Сам он умел слушать и находил время записывать. И отсюда и родилась его эта прекрасная книга, которую вот уже сколько лет читают с любовью и дети, и взрослые. Это книга от двух до пяти. И хотя сам Корнея Иванович говорит о том, что его сказки для детей были написаны раньше, чем родилась книга от двух до пяти, но, несомненно, вот это его умение слушать детскую речь, а, следовательно, умение проникнуть в самые тончайшие нюансы детской психологии, и помогли ему создать вот его эти сказки, которые будут жить вечно. Есть у меня и еще одна тема, проходящая через всю мою жизнь. Психика малых детей, их титаническая работа по владению в такие сказочно короткие сроки, сложившимися формами родительской и прародительской речи. Эта тема воплотилась в моей книге от двух до пяти, которая, конечно, никогда бы не была написана, если бы у меня не было четырех детей, а теперь уже и пятерых внуков, и пятерых правнуков, и если бы общение с детьми своими и чужими не было моим любимейшим отдыхом. Эта книга выдержала 17 изданий, и для каждого нового издания я исправлял и расширял ее текст, так как все это время ко мне шли непрерывным потоком тысячи и тысячи писем от воспитателей, матерей и отцов. Из книги от двух до пяти, глава первая, прислушиваюсь. Это было давно. Я жил на даче у самого моря. Под моими окнами на горячем песке Сестрорецкого пляжа копошилось несметное количество малых детей под надзором бабушек и нянек. Только что оправившись после долгой болезни, я по предписанию врачей обречен был на безделье. Слоняясь с утра до вечера по чудесному пляжу, я вскоре сблизился со всей детворой. Да и она привыкла ко мне. Мы строили из песка неприступные крепости, спускали на воду бумажные флоты. Вокруг меня ни на миг не смолкая, слышалась детская речь. Смотри, папа, как твои брюки нахмурились. Мамочка, мамочка, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять. Дедушка признался, что не умеет пеленать новорожденных. А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая? Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам. Зачем ты сделал, спросил я его. Черевичку было скучно, теперь их стало два, им веселее. Как ты смеешь драться? Ах, мамочка, ну что мне делать, если драка, так и лезет из меня. Бабуля, бабуля, а что это за рай за такой? Ну, это где яблоки, груши, апельсины, черешни. А, понимаю, рай – это компот. Вот, жил-был пастух, и звали его Макар, и была у него дочка Макарона. Ой, дедушка киска чихнула, а почему же ты, Леночка, не сказал ей на здоровье? А кто же мне скажет спасибо? В Анапе жарко, как сесть на примус. Ну, ты же видишь, я вся босая. Я встану так рано, что еще поздно будет. Не тушите огонь, а то спать не видать. Обо что-то царапался. Об кошку, мама. Когда вы со мной поиграете? Папа сработает сразу за книжку. А мама, барыня какая, тот сейчас стирать начала. Все семейство поджидало почтальона. И когда он появился у калитки, Варя двух с половиной лет первая заметила его. Почтаник, почтаник идет, радостно возвестила она. Послушай, папа, фантастический рассказ. Жила-была лошадь. Звали ее легавая. Но потом ее переназвали, потому что она никого не легала. Мама, а если добрый лев встретит знакомую жирафу, он съест ее или нет? Я родился в Петербурге в 1882 году. После чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии. И она с двумя детьми переехала на житье в Одессу. Вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей. Меня отдали в Одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен. Из повести «Серебряный герб». Какая же радость царю, спрашивал я с удивлением, если мы все останемся не очень? Иван Митрофанович не успел ответить, его перебил к блохим. «А скажи, пожалуйста», — говорит он насмешливо, «какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая ему будет выгода? Богатые не пойдут бунтовать, а бедные, да ищи из простых. Ого-го! Верно, верно, — говорит Иван Митрофанович, и тяжело опирается на палку. «Зачем же ты унижаешься, клянчишь и кланяешься?» — говорит Иван Митрофанович Середита. «Ведь дело простое и ясное. Шестиглазом увелено изъять из гимназии полдюжины кухаркиных детей. Вот он и нацелился вышвырнуть семерых. Тебя, Яковенко, Христопло и тех из шестого класса. Уж он найдет у вас болячки. Будь спокоен. Ему приказано, он и старается». Мы вышли из переулка и пошли вдоль домов, магазинов, палисадников. Иван Митрофанович снова хватает меня за кушак. Но недолго этим иродом глумится над нами. На Святой Руси петухи поют. Скоро будет день на Святой Руси. Слова Фентимонти действуют на меня ободряюще. Довольно унижаться и кланяться. Я ни перед кем не виноват. Лунное сияние по-прежнему ходит голубыми волнами по улицам. Увлеченный разговором с Иваном Митрофановичем, я не заметил, как мы подошли к нашим воротам. «Прощай», — говорит он, — «и помни, ты пария, ты плебей, но не раб». С этого дня детство моё кончилось раз и навсегда невозвратно. И Тимоша, и Муня, и Лобода, и Бондарчук давно уже были студентами. А я так и считался недоучкой, выгнанным из пятого класса. А дело было в том, что комиссия, перед которой я держал экзамен за весь гимназический курс, два раза проваливала меня самым бессовестным образом. Проваливала по той же причине, по какой шестиглазой отнял у меня серебряный герб. И только на третий год, когда я держал экзамен при Решильевской гимназии, где с недавнего времени стали преподавать Иван Митрофанович и Василь Никитч, я без всяких препон получил аттестат с очень неплохими отметками. И было где-то даже обидно, что дело, которое принесло тебе столько страданий, закончилось так просто и легко. Студенческую фуражку я купил на толкучке подержанную, чтобы походить на старого студента. Фуражка на маму подействовала магически. Мама, которая не любила выходить со двора и ни с кем не заводила знакомств, пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности заговаривала, с кем придется, лишь бы сказать, между прочим, а это мой сын, студент. Но недолго ей пришлось гордиться своим сыном-студентом. Вскоре в разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала звучать еще более гордая фраза. А сын у меня, знаете, писатель. Так оно и было в действительности. То, о чем я не смело мечтать, что казалось мне высшим человеческим счастьем, выпало на мою долю нежданно-негаданно. Местная газета поместила на своих страницах мой довольно длинный и довольно нескладный эскиз. И с этого времени началась моя литературная деятельность, которая длится без перерыва вот уже шестьдесят с чем-то лет. Теперь, по долгому опыту, я знаю, что быть писателем, пусть самым неприметным и скромным, это и вправду великое, хотя порой и очень нелегкое счастье. Ведь стоило мне сесть за письменный столб, взять в руки перо, придвинуть чистую бумагу, и мое далекое детство снова вернулось ко мне. Из старика я превратился в мальчишку. И снова, как дикарь, прыгаю на гремучем железном листе, прикрывающем нашу помойку. Снова скребу длинным шпателем разгоряченную ржавую крышу. Снова сижу верхом на высоком зубчатом заборе под сорокоградусным солнцем и ору во всю глотку. Уточки, уточки. Перепробовав много профессий, я с 1901 года стал печататься в одесских новостях. Писал главным образом статейки о выставках, картин и о книгах. Иногда, очень редко, стихи. В 1903 году газета послала меня корреспондентом в Лондон. Корреспондентом я оказался из рук вон плохим. Вместо того, чтобы посещать заседание парламента и слушать там речи о высокой политике, я целыми днями просиживал в библиотеке британского музея. Газета перестала печатать мои письма из Лондона. Вернувшись в Россию, я пережил в Одессе дни броненосца Потемкина, побывал на мятежном корабле и познакомился со многими повстанцами. Настроение боевого подъема, которым в те дни жила Россия, естественно, захватило меня. И поэтому, приехав в Петербург, я задумал издавать сатирический журнал «Сигнал». К сотрудничеству в журнале привлек Куприна, Сологуба, Теффи, Чумину, Дымова и многих других. После четвертого номера я был посажен в тюрьму и отдан под суд за оскорбление Величества, царствующего дома и так далее. Защищал меня при закрытых дверях известный адвокат Грузенберг и добился моего оправдания. Сидя в предвариловке, я начал переводить Уолта Уитмина и горячо им увлекся. К тому времени у меня появилось немало друзей. Я близко узнал Алексея Толстого, дружил с Ильей Репиным, знал Леонида Андреева, Владимира Владимировича Маяковского, Аркадия Верченко, Александра Бенуа, Кустодиева, Шаляпина, Комиссар Жевскую, Собинова и нашел истинного друга в лице академика Анатолия Федоровича Кони. Академик Анатолий Федорович Кони, обладавший огромным фондом некрасовских рукописей, прочел как-то мои статьи о некрасове и решил предоставить мне весь хранившийся у него материал. Количество рукописей было так велико, что мне потребовалось несколько лет для исследовательской работы над ними. Достаточно сказать, что здесь были черновые и беловые рукописи поэмы «Кому на Руси жить хорошо», рукописи поэмы «Княгиня Волконская», черновики, сатиры современника. Я и не заметил, как подкрался ко мне 1962 год, и мне исполнилось 80 лет. Дата, конечно, невеселая, но словно для того, чтобы хоть от счастья утешить меня, этот год послал мне нечаянную радость. Книга «Моя мастерство Некрасова» была удостоена Ленинской премии. Этой драгоценной наградой наш народ показал, как высоко он ценит наше советское литературоведение, блистательно изучающее великих гениев нашей земли. И, конечно, я счастлив, что мой скромный труд получил такую высокую оценку. В том же году Оксфордский университет присудил мне почетное звание доктора литературы. Для получения этого звания я был приглашен в Англию через 60 лет после первого моего пребывания в этой стране. И с большим удовлетворением провел я весь май среди новых, милых и радушных друзей. Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу в нем немало ошибок, неверных шагов и провалов. Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки. Абсолютная искренность. Ну, так вот, вы подарили мне торт, а вы знаете, что он волшебный. Внимание, внимание, говорит торт. Чуковскому 34 года. Мои свечки, это годы. Вот, мои друзья, знакомьтесь. Крокодил. Ой, этот самый крокодил, я даже стихи про тебя выучила. Прелестный ребенок. Жил да был крокодил, он по улице ходил, по турецки говорил. Крокодил, крокодил, крокодилович. Крокодилович. Умница. Да ладно, это я, превосходный написан. Я, великый умывальник, знаменитый мой датыр. Умывальников начальник и мочало командир. Спасибо, Корней Иванович, что взяли нас на юбилей. Минуточку. Скажите «а». Так «а», 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 «чудесно». Голос веселый, зрение острое, а главное, хороошее, доброе сердце. Ой, Бебегон, мой Бебегончик, ой, Бебегулечка Это что? Микрофон Завиляю в микрофон Я могу тебе, Бебегон, всех сильнее и слабрее Мне не скажем ворвать Я злой разбойник Бармалей И мне не надо ни шоколада, ни мармелада А только маленьких детей Я запрещаю юбилей Карабас, Карабас, пообедаю сейчас До Бармалеля, со мной, вперед Я ведь говорила, что не надо Бармалеля Ах, меня не надо Ну, знаешь, Бармалей, хватит Ступай на свою страну Берите меня на поруки, а, дело с концом А может быть, его он объявил считать? А, я его ни капельки не испугался Я, наверное, должен считать, что Корней Иванович Мой крестный отец Потому что он дал характеристику на меня Для того, чтобы меня приняли в союз писателей Ну, она очень хорошая такая Которую, как мне кажется, я не заслуживаю У меня есть и крестная мать тоже Это Бруштейн Альсан Яковлевна Замечательный человек и замечательный писатель Я горжусь тем, что два таких человека Меня, так сказать, вот рекомендовали Союз писателей Горжусь, потому что люди, они были удивительны Разные, любящие друг друга Старые, ну, много старше меня И, в общем, они получились моими учителями Не в прямом смысле Я не не поэт, я стихов не пишу Я не делаю переводов Я не занимаюсь английской литературы Не в прямом смысле они учители А в более широком Я вообще думаю, что каждый человек Сколько бы ему ни было лет Должен иметь учителя А я хотел бы, чтобы Корней Иванович Чуковский Прочитал, что я написал И если я не хотел бы Значит, я написал не просто плохо А что-то скверное сделал Так ведь можно и в статье что-то скверное сделать Не могу сказать, чтобы только Корней Иванович был моим учителем Мой отец был для меня учителем и остался Он был человек удивительной совести Удивительных человеческих свойств Так вот, Корней Иванович был и остался моим учителем Моей совестью И особенно это касается, конечно, тогда, когда я что-то делаю для детей Ставлю спектакль для детей Это часы у меня пробили Кстати, английские такие же были и у Корней Ивановича Там, на его даче, похожие Потому что я не знаю ни одного писателя Пусть не на меня Пусть на меня не обижаются другие Очень хорошие поэты, очень хорошие писатели И очень хорошие поэты и писатели для детей Пусть не обижаются Но я не знаю другого такого поэта Который бы умудрился так писать для детей, как писал Чуковский Он не подделывался, не сюсюкал Но он буквально говорил детскими образами и детским языком Так, как сочиняют стихи дети Просто их почти невозможно забыть Если вы читали его произведение То вы просто кусочками непременно вспомните Одеяло убежало, улетела простыня А подушка, как ликушка, ускакала от меня Я за свечку, свечка в печку Я за книжку там бежать и прыжку под кровать Вот просто проследите Как это сделано удивительно Как просто будто какой-то ребенок научил так думать и так писать Я в этом смысле аналога не знаю Просто до того он прекрасен Ну а кроме того он прекрасен был и как человек Просто как человек Какую он библиотеку сделал для детей удивительно, прекрасно Как он хорошо с ребятами разговаривал Какие он устраивал костры для ребят Я бывал на этих кострах Как он вообще умел веселиться легко, просто, ясно И каким он чутким был по отношению к людям Ну а по отношению ко мне так просто предельно Я бы, наверное, и не назывался писателем Кабы нету такую поразительную рецензию на меня, как на писателя Корней Иванович Чуковский Я рад, что мы поставили Чукоколу Чуковского Состоящие из нескольких его произведений Он был, он видел, ему нравилось Он дружил с нашим театром Я рад, что не так уж часто, но все-таки много раз был у него на даче Один раз пришел, он сказал, погодите одну минуточку Ушел в другую комнату и вышел оттуда в какой-то такой мантии И в шляпе бакалавра Он ведь, ему было присвоено это высокое звание в Лондоне Он там произвел невероятное впечатление своим знаниям английской литературы Другой раз так же точно я пришел А он вышел с перьями индейскими, так, через все Таким индейцем И, главное, похож стал на индейца почему-то сразу В следующий раз он притащил меня такого львенка В котором был, наверное, магнитофончик, что ли, вставлен такой записанной ленточкой Одним словом, львенок разговаривал по-английски Говорил how do you do, how are you и какие-то другие еще английские слова Он умел веселиться и очень весело был на кострах Ну, его же любили все, значит, приезжали разные актеры Ну, вот Ирина Зеленая, конечно, приезжала И разные вообще актеры выступали перед ребятами И это были очень веселые костры Если вы не были никогда там, на даче Корнея Ивановича Пойдите, посмотрите Посмотрите эту библиотеку детскую Он же ее сам построил на свои деньги Собрал огромное количество детских книг Дети сами дежурят, сами выдают книжки Все это традиционно сохраняется И Чуковский, в общем, живет Вот у нас в саду, около нашего театра Нам отдали кусок земли Рядом с театром мы там сделаем фонтаны всякие шутейные И я очень хочу, чтобы там у нас стоял Фигура Чуковского со всеми его Любимыми им и любимыми всеми детьми Его персонажами детских сказок КОНЕЦ Ненавижу подражательность Эпигонство, рутину Тяга к новаторству, к преодолению костных Заплесневелых идей Присущая решительно каждому Кто увлеченно работает в какой бы то ни было области знаний В этом-то и таится для нас праздничная радость работы Ее главное очарование Ее соблазнительность И я от души благодарен судьбе Что мне было дано испытать Эту ни с чем не сравнимую радость Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ